друзья всем привет продолжаем тему про видеонаблюдение и сегодня мы посмотрим с вами на новенькую камерку с алиэкспресс для наблюдения в помещении для комнаты для квартиры и так далее это у нас будет модель x4 на 2 мегапикселя с евро розеткой поехали итак что это у нас за камерка эта камера с алиэкспресс как обычно я их покупаю которая у нас подключается по вай-фай и мы можем видеть удаленно то что у нас происходит причем камерка с обратной связью как я уже сказал эта модель x4 на 2 мегапикселя они бывают разные на 2 на 4 мегапикселя и с евро розеткой можно еще опционально заказывать американку как видим поставляется в небольшой коробочке работает она от приложения айтисе которые можно скачать по qr коду на коробке ну и в принципе все больше тут ничего не сказано посмотрим что внутри итак открываем коробку все напихано достаточно плотно благо целая пришла здесь у нас крепеж не можно крепить на стену работает все это дело видно по кабельку от микро юсб хотя уже могли бы и и питайте прикрутить как-никак 21 век на дворе такой кронштейнчик который можно крепить камеру к стене и на него потом крепить камеру комплекте у нас идет флешка на 32 гига но это опционально на самом деле потому что можно заказывать без флешки можно на 32 гига на 64 на 128 и так далее блачок для питания адаптер 5 вольт полтора ампера модель yn k05 15 производитель не указан и внутри сама камерка куча держалок заглушек и вот это чудо да все здесь больше ничего нету вот такая вот небольшая и очень интересная игрушка как видите она совсем миниатюрная вот на ладошку и итак по самой камерки что мы здесь видим эта камера вращается на 360 градусов вокруг своей оси ну конечно же до упора не полностью по кругу а сначала в одну сторону до упора и полностью в обратную сторону до упора также она у нас вращается вверх и вниз то есть мы можем полностью поставить и со смартфона потом полностью крутить смотреть в любую точку камерки у нас есть микрофон внутри на просвет видны светодиоды значит будет такая подсветка если мы полностью повернем кнопка сброса сюда мы вставляем флешку с обратной стороны динамик то есть это у нас камера с обратной связи ее можно очень классно использовать как видео няню говорить в нее либо вы наоборот будете слышать что происходит в помещении питается она как я уже сказал от 5 вольт по микро юсб это все дела сюда втыкаем и дальше во что-нибудь в булочок и так далее стоит на приятных резиненных ножках значит скользить сильно не будет ну и принципе все столько можно сказать еще вот про такой кронштейн если вы камеру будете не ставить а все-таки где-то крепить там вертикальном или в горизонтальном положении то сначала вот эта штука крепится к стене а потом они вот так вот одеваются и поворачиваются вот так это выглядит и он сморезами держится за эту планочку целом по комплекту отлично ну что теперь давайте попробуем подключить в мобильном приложении и посмотрим на менюшку и что она умеет и так подключаемся к нашей камере через мобильное приложение айтси который можно свободно скачать как у меня на андроиде из плей маркета и посмотрим что имеет эта камерка по менюшке все достаточно стандартно как и в тех моделях которые мы рассматривали до этого мы видим по центру экран панель управления панель управления карточкой и автотрек это говорит о том что камера может следить за объектом который движется возле нее она будет его отслеживать какое-то время значит автотрек присутствует sd playback это история записи на флешку то есть мы туда заходим и смотрим что у нас записалось дальше сверху мы можем видеть менюшки микрофон то есть мы жмем на нее говорим в телефон и камера говорит из динамика это есть обратная связь кнопочку динамика чтобы мы слышали что происходит внутри помещения можно сделать быстрое видео записать на телефон сделать фото скриншот поуправлять камерой ее птзм вот для примера влево вправо и вверх вниз как видим все работает нормально и изменить качество изображения либо full hd либо в sd качестве напомню данная камерка на 2 мегапикселя здесь full hd 1080 дальше пробежимся по менюшке заходим в основное меню и что мы здесь видим основные настройки по основным настройкам мы можем сделать отобразить камеру вверх вниз влево вправо это нужно чтобы если она стоит не просто ровенько где-то висит делать инверсию изображения можем отрегулировать громкость динамика как видим язык устройства английский однако у нас все меню все приложение на русском языке и также можем сделать скорость поворота медленнее быстрее и нормально я всегда оставляю на стандартном в управлении паролями мы можем поменять пароли в управлении памятью мы можем увидеть нашему флешку на данный момент стоит флешка на 32 гигабайта здесь мы ее видим заполнение можно поставить запись циклично либо до заполнения и также отформатировать карточку в настройках записи у нас идет видео режимы качество изображения хорошие средние высокое и так далее и можно поставить длительность отрывка записи на sd карточку пять минут это минимум можно поставить и побольше если кому нужно в настройках охраны smart alarm вот мы ее активируем и мы видим что здесь присутствует функциях и one shape detection это говорит о том что камера может распознавать фигуру человека и реагировать по тревоге только на него а не на трясущиеся там цветы и кусты или что-то в этом роде также можно отрегулировать его чувствительность и поставить вот функцию монстра 1 1 она будет обводить фигуру человека прямоугольничек в настройках сети можно выбрать нужную нам вайфай сеть также можно включить ap мод то есть эта камера с режимом автономик point если у вас нет действующего вайфай на месте где будет стоять эта камера то она может сама вещать свой вайфай там на расстоянии условно 20-30 метров вы можете к ней подключиться чтобы настроить либо скачать с нее видеофайлы но при этом выйдя из зоны действия данного вайфая камера у вас будет оффлайн если вы хотите смотреть на нее удаленно с мобильного приложения то она должна быть обязательно подключена к вайфаю с хорошим интернетом также присутствует облачное хранилище которое конечно же здесь платная в дополнительных настройках мы можем видеть авто track switch то есть включить отслеживание объекта но кстати в режиме human shape detection она не работает то есть либо human shape detection либо of the track switch и во вкладочке об устройстве мы сможем увидеть серийный номер данной камеры в дальнейшем она потребуется для подключения через клауд айди на компьютере и разного рода версии прошивки и так далее то есть но здесь полезная информация тоже присутствует по мобильному приложению в принципе все стандартный функционал айтисе ничего нового сюда не завезли а теперь подцепим эту камеру компьютером программе cms polyvision и поищем в ней самые интересные скрытые настройки и так дальше подключаем нашу камеру к компьютеру приложение cms polyvision подробно как это делается я рассказывал вот по этой вот ссылочки сверху в углу ну и для чего нам это надо во первых с компьютера можно управлять камерой и как видим по айпи она подключилась как бы все окей но по клауд айди у меня так и не удалось подцепить данную камеру и это печально самом деле если вы с ней не в одной вайфай сети то через интернет управлять ей у вас с компьютера навряд ли получится здесь только через мобильное приложение что обнаружилось дальше если мы зайдем в конфигурацию устройства и скрытые настройки которые мы людям любим посмотреть то во вкладке компрессия продавец нас не обманывает все окей она действительно full hd нажмет в кодек 265 можно выставлять разное количество кадров в секунду там до 25 и поэтому качество изображения по ней качество записи будет вполне себе хорошие но вот если мы зайдем во вкладке службы а здесь у нас всегда самое интересное то мы видим что в данной камере нет ни отправки на электронную почту не ftp сервера точнее отправки фото и видео на ftp сервер а эти функции как для камеры видеонаблюдения я считаю ну чуть ли не жизненно важными мне не очень нравится напомню если кто-то попал в зону действия данной камеры при сработке тревоги то камера шлет на электронную почту фото и на ftp сервер устроенный вами где-то далеко фото и видеоматериал то есть камера будет слать эти вещи до последнего даже если его воруют там и отключают здесь же к сожалению это отсутствует хотя есть одно но если мы зайдем в настройки охраны то мы увидим что галочка отправить фото на email присутствует но она а даже активно если мы ее поставим и вернемся обратно в службы то электронная почта здесь не появилась наверное какая-то обрезанная прошивка поэтому это у нас обычная камера которую мы можем смотреть удаленно через мобильное приложение да в принципе и все больше ничего в ней интересного по функционалу нет что касается анализа самого видео файла то мы видим что у нас здесь full hd изображение 1920 на 1080 соотношение сторон 16 на 9 все это жмется кодеком хэвс как уже говорила 265 и 12 кадров в секунду но опять же все это дело регулируется и битрейт и количество кадров в секунду все это можно ставить в настройках звуковой кодек здесь от и цен в принципе все стандартно камерка имеет 6 инфракрасных светодиодов вот так это выглядит если снимать ее в полной темноте опять же на обычную камеру и вот так выглядит изображение из камеры как видим в комнате все отлично видно итак друзья какой же из увиденного можно сделать вывод в принципе как камерка для домашнего видеонаблюдения либо для использования как видеоняни очень даже неплохой аппарат стоит копейки на сегодняшний день такая камерка стоит в районе 25 долларов ну и плюс в зависимости с доставкой в ваш регион на алиэкспрессе при этом совсем недавно я делал обзор на похожую камерку тоже для домашнего видеонаблюдения ссылочка на этот обзор будет вот здесь та моделька мне все-таки показалось интереснее внешне они отличаются идет более как на яйцо похоже но главное функционал там присутствовала отправка на электронную почту и на ftp сервер здесь же мы видим этого нету здесь эти функции урезаны но и разница в цене практически в 10 долларов поэтому тут стоит задумываться проще вот это больше функциональный что я люблю с того обзора камерка ну а так принципе очень даже неплохая штука ссылка где брал конечно же оставлю в описании смотрите переходите кому надо покупайте ну а кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывайте в описании а мы продолжаем всем пока